Уничтожение зеленых насаждений при содействии городской власти продолжается. Похоже, мэрия Геннадия Труханова вознамерилась отдать всю оставшуюся землю под жилую или торговую застройку. Нормы закона, да и просто здравый смысл для чиновников-временщиков значения не имеют. На улице 7 Пересыпской группа неизвестных уничтожила 9 деревьев. Могли спилить и больше, но помешали местные жители. Освобожденная площадка на газоне прямоугольной формы. Здесь удобно строить или установить торговые павильоны. Дальше по улице они уже стоят. Вполне вероятно, кто-то хочет разместить на месте зеленой зоны целый базар. Судя по тому, как была организована вырубка, за ней стоят люди состоятельные. Деревья живые были. А кто это делал зачем, неизвестно? Не имею понятия. Не имею понятия, для чего это было сделано. Деревья растут уже, я не знаю, лет 50. Этим деревьям взять, выпилить. Единственное место, где можно было пройти летом в жару. Мы вечером шли, вот оттуда, с того переулка люди шли с тачками, все это грузили. Дело в том, что здесь была машина. Здесь это не просто люди. Это кто-то занялся этим делом. Здесь был КАМАЗ. Здесь были ребята с этими пилами. А кто именно, я не знаю. Машина приехала. А машина приехала и что? И спилили. Один даже, это вчера было. Бензопилой, да. Они были в какой-то форме. На машине были опознавательные знаки? Зеленотрест или нет? Не обратил я внимания. Хотят магазины вот эти строить. Ну кто, тут же есть вот эти базарщики. Там какой-то управляющий или кто хочет. Они потихоньку их и сделают. Номеров машины, конечно же, никто из свидетелей не записал. Возможно, потому, что привыкли все к бездействию полиции. Чиновники района или городской администрации могут сколько угодно говорить о своей непричастности к многочисленным вырубкам. А с кем тогда договариваются бизнесмены? Без разрешения власти у нас не поставят ни одну будку. И если деревья вырубили, значит там, где надо, уже договорились. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУГ.